Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург в студии Александра Вараксина. И Дмитрий Володин, добрый вечер. Вот главные темы этого выпуска. В Петербурге официально стартовал международный экономический форум. Какие проекты представил город на Неве? Как те, что уже запущены, но продолжают развитие, так и почти новые идеи, которые существуют пока что в основном лишь на макетах. И ряд важных документов уже подписан. Расскажем, какие именно. Развитие пассажирского флота – одна из тем на полях форума. Улучшенную версию уже привычного нам метеора представили сегодня. Петербургские специалисты начали работы по восстановлению школ и детских садов в Мариуполе. Отопление, водоснабжение, фасад, утепление будет. Новое оборудование абсолютно завезут в школу. Все восстанавливается. Расскажем, что уже удалось сделать. Большой музей археологии Петербурга может появиться в северной столице. В этом году первые деньги уже будут выделены. Так что можно уже начинать реконструкцию гранитного фасада Петропавловской крепости. Про нее, собственно, идет речь. Кроме Петропавловской крепости, экспозиции разместят на территории Охтинского мыса. Владимир Путин назвал среди наиболее важную задачу в российском автопроме обеспечение заводов, работы заводов и сохранения коллективов. Об этом президент заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, в котором принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава государства отметил, что в автопроме должен быть обеспечен технологический суверенитет России. Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране. Но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российскими. Владимир Путин также отметил, что нужен вектор долгосрочных изменений в автопроме, в основе которых потребности граждан, а также запросы городского хозяйства в части автотехники. Важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный и долговременный вектор производственных изменений, добавил глава государства. Итак, сегодня в час дня состоялась официальная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. С приветственным словом выступил губернатор северной столицы Александр Беглов. Новый мир, новые возможности. Так звучит тема экономического форума в этом году. И как раз о возможностях в новых реалиях и пойдет речь на панельных сессиях. Ну и сегодня обсуждали развитие российской экономики в условиях санкции, международное сотрудничество, вопросы туризма и экологии и многое другое. Первый день Петербурга подписала 17 соглашений, из них 13 предусматривают инвестиции на общую сумму более 234 миллиардов рублей. Александр Бурени на перспективах и сотрудничестве. Первое петербургское соглашение на форуме договор с компанией «Трансмаш». Речь идет о развитии площадки по производству электрического транспорта. Сумма инвестиций не менее 3 миллиардов рублей. Для нас очень важна поставка соответствующего подвижного состава. Это касается и вагонов метро, это касается троллейбусов, трамвайов, электробусов. Для нас это тоже важно. Мы запланировали строить большой парк для электробусов. Затем Александр Беглов осматривает городскую площадку на форуме. Стенд Санкт-Петербурга – это крупные инвестиционные проекты в городскую инфраструктуру, как те, что уже запущены, но продолжают развитие, так и почти новые идеи, которые существуют пока что в основном лишь на макетах. Продолжается развитие острова Фортов. Там уже открыты несколько пространств, но стройка в разгаре. Давно уже больше, чем учебным заведением, является и политех Петра Великого. Они работают над площадкой технопарка. Мы создаем вот такой вот технополис, состоящий из двух элементов. Это научно-образовательный комплекс и студенческие общежития, которые рассчитаны на улучшение качества проживания студентов. На встрече с руководством Объединенной студостроительной корпорации подписано соглашение о развитии площадки по производству специализированного оборудования для отрасли. Это даст городу примерно 500 высокотехнологичных рабочих мест. Церемония открытия была посвящена в том числе истории Петербурга последних 100 лет и ретроспективе гостей форума за всю его историю. Повестка дня интересная и актуальная. В мире происходят глобальные изменения. Меняются времена, но появляются новые возможности. Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога. Он очень важен для российских и иностранных партнеров. Провел Александр Беглов также встречу с главой Ростелекома. Там обсудили информационную безопасность. Город обеспечен камерами видеонаблюдения, половина из которых именно этой компании. Также на стенде Санкт-Петербурга прошла и презентация журнала «Экологический вестник Евразии». Его основная тема – сохранение природы в современных условиях. Это действительно сверхактуальная тематика, но вместе с тем она в определенной степени достаточно сложная в реализации, поскольку есть разные подходы. И вот хотелось бы, чтобы наш журнал, наш вестник не был просто транслятором тех вот западных идей, зеленой повестки, которая удушает реальный сектор экономики. Подписали соглашение в сфере туризма. В районе Горской должен появиться целый кластер для отдыха, спортивные и общественные пространства, а также причал для яхт. Александр Буренин, Александр Скоков, Антон Иванов, Дмитрий Нестерчук, телеканал «Санкт-Петербург». Большой музей археологии Петербурга может появиться в северной столице в 2024 году. Главная экспозиция откроется на территории Петропавловской крепости, еще две на Охтинском мысе. Кроме того, исторические постройки на Зайщем острове ждет масштабная реставрация. Подробности планов на ближайшие годы обсудили члены попечительского совета Музея истории Санкт-Петербурга. Как заявил его глава Сергей Нарышкин, работы будут вести сразу на нескольких объектах, принадлежащих музею в городе и Ленинградской области. В будущем нам предстоит обратить внимание на реставрацию монумента героическим защитникам Ленинграда, взяться за полноценную комплексную реставрацию крепости Орешков. В следующем году крепость как раз отметит свое 700-летие. Совещание прошло на полях Международного экономического форума. Часть затрат на ремонт крепости, подчеркнули члены совета, на себя возьмут благотворители, но основные средства на реставрацию Петропавловки выделит бюджет Петербурга. Сегодня на попечительском совете значительная часть времени была посвящена важнейшему, одному из важнейших музейных событий – это страны, это созданию, процессу создания впервые в истории Петербурга музея археологии. Предположительно, это будет Менчиков-Бастион. В этом году первые деньги уже будут выделены, так что можно уже начинать работу. Мы, собственно, говорили про реконструкцию гранитного фасада Петропавловской крепости, про нее, собственно, идет речь. Хотел бы также заметить, что, конечно, сегодня то, что мы видим, это блестящий пример совместной работы городских властей, федеральных властей, музея и бизнес-сообщества, которые объединены попечительским советом. Кроме того, как отметил Сергей Нарышкин, уже музей примут в состав Российского исторического общества ассоциацию, а это упростит Петропавловке участие в коллаборациях с другими организациями культуры. Здоровый климат, каким он должен быть, рабочая сессия с таким названием состояла сегодня на площадке Международного экономического форума. Участники обсудили, какие возможности есть у нашей страны, чтобы восстановить экологический потенциал планеты, ведь Россия – это глобальный экологический донор. Почти половина ее территории занимают леса, поглощающие значительные объемы парниковых газов. Также наша страна обладает крупнейшими в мире запасами пресной воды. Я надеюсь, что в рамках вот таких регионов, неравнодушных регионов, неравнодушных губернаторов, которые есть в Российской Федерации, мы сможем понять, как в климатическую повестку включить экономическую составляющую и как за счет выпуска углеродных единиц и реализации климатических проектов мы могли бы действительно помогать бизнесу, а не останавливать ту самую экологическую модернизацию, которой сегодня готовы заниматься экологически ответственные бизнесмены в Российской Федерации. Мы должны понимать, что людей сегодня, особенно молодежь, волнует. Мы понимаем, что здоровье нации, на которое мы тоже тратим достаточно средств сегодня, зависит от того, что мы пьем, чем мы дышим и что едим. Также участники отметили, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Россия не намерена отказываться от своей государственной экологической программы. Цифровые решения и креативный подход. Ежегодно форум удивляет гостей. Экономика всего мира сейчас переходит на новую реальность. И эту реальность на площадке видно невооруженным глазом. Ну а после деловой программы участники и гости уже по традиции делятся впечатлениями о программе неофициальной. И также тоже по традиции наш корреспондент Александр Одинцов в бешеном потоке бизнес-новостей разглядел все самое интересное. Это и новинки автопрома, и драгоценные камни. Давайте посмотрим. В этот раз на Пулковские высоты высадился десант из 13,5 тысяч человек. Первые лица – политики, настоящий бизнес, титаны, журналисты. Деловая часть – это скорее о смыслах, антураж в павильонах экспофорума. И тут, как всегда, ярмарка экспозиционного тщеславия. Этот стенд манит цветами, притом в прямом смысле этого слова. В этот раз самый популярный фотоспот создан из 120 тысяч бутонов живых растений. Здесь их 96 видов. 60 флористов готовить панно начали в конце мая и закончили к началу нулевого дня. Мы всегда очень долго спорим, это, наверное, один из главных вопросов, что в этом году станет главной точкой притяжения и главной фотозоной, по большому счету. Все-таки это панно рассчитано на то, чтобы выдержать все четыре дня форума. Изнутри оно оснащено системой так называемых оазисов, откуда у нас цветы наши подпитываются. Но, тем не менее, конечно, да, в течение дня кто-то любит потрогать, понюхать, обнять, какие-то цветы деформируются. В цветах миссия и экологическая ответственность компании, и будто призыв ко всему человечеству. Экоповестка здесь прекрасно уживается со стендами в авангарде высоких технологий. Они тоже не остаются без внимания. Форум ведь это и на других посмотреть, и про себя рассказать. Вот египтяне в статусе странных гостей, словно древний храм соорудили в пространстве. А вот целый гараж, да еще каких машин, особого назначения. Такая дверь весит порядка 400 килограмм. И сложно ее открыть? Нет, на самом деле не очень сложно, потому что, если вы обратите внимание, здесь есть такой гидравлический помощник. Всех нюансов и не перечислить, это один из тех аурусов, на котором прибыл в 2018-м на инаугурацию президент России. Полноприводный лимузин весом 7 тонн способен развивать скорость до 150 км в час. Спецзаказ с максимальным комфортом. Раскрыть все пожелания заказчика, естественно, нельзя. Учли все пожелания, собственно говоря, какие-то даже эргономические недочеты. Ну, к примеру, посадка была низкая, не так удобно садиться. Это раз. Потолок был тоже ниже. Поэтому, проектируя этот автомобиль, мы сделали его более высоким, посадку тоже более высокую. А эта витрина больше привлекает внимание бизнес-леди. Тут лучшие друзья, прямиком из Якутии, драгоценные камницы, на которых достигает 4 миллионов рублей. В таком виде добываются алмазы, потом они подвигаются обработке, огранке и становятся белыми. Самая большая покупка у нас сколько была? Около миллиона. Внимание на форуме ко всему встречают все же по одежке даже в бизнес-среде. И в море пиджаков офисных оттенков все чаще заметны, пошитые по индивидуальному заказу костюмы тройки. Не пренебрегая дресс-кодом, делегаты позволяют себе вольности и в выборе костюмов. Тут ведь тоже есть свои тренды. То есть более расслабленная история, когда идут мягкие костюмы, много уже без галстуков ребят ходят. То есть некоторые уже там в кроссовках. Потому что много брендов, они ушли с рынка и будут еще уходить потихонечку. И мы таким образом нарабатываем свою клиентскую новую базу. И несмотря на заверения скептиков, иностранные делегации прибыли в северную столицу. И вот так среди рядов можно застать министра инвестиций Мьянмы. Российский рынок для государства в Юго-Восточной Азии перспективный. И именно эта выставка поможет определиться с вложениями. Вообще мы здесь, чтобы развивать деловые связи и обсудить вопросы товарооборота между Россией и Мьянмой. Огромное количество дискуссий и выставка. Это прекрасная возможность, чтобы развивать партнерские отношения и договариваться напрямую. Договариваться напрямую в Петербург приехали высокопоставленные официальные представители. Более чем из 40 государств подписаны контракты. Громкие заявления только и успевая подсчитывать. Работа форума на Пулковских высотах продлится еще два дня. И завтра, по сути, состоится центральное мероприятие. Это пленарное заседание, на котором выступит президент России. Александр Одинцов, Иван Попов, Кирилл Нестеренко и Дмитрий Нестерчук. Телеканал «Санкт-Петербург». Научно-исследовательское судно «Академик Примаков» сегодня презентовали на набережной лейтенанта Шмидта в честь 25-го Международного экономического форума. Судно называют флагманом научного флота «Росгеологии». Делегация участников ПМФ поднялась на борт. Обычно такие экскурсии запрещены. Территория считается пограничной зоной. «Академик Примаков» впервые стоит в российском порту. Среди первых посетителей – внук прославленного политикой дипломата, глава Россотрудничества, тоже Евгений Примаков. Он познакомился с экипажем и подарил команде именной кортик деда. Всегда очень любил море. Он начинал в Баку, в мореходке, на судне, которое называлось «Правда». Потом он работал в газете «Правда». Все очень интересно сложилось. И я думаю, что даже когда он ушел, иметь такую связь с морем, продолжать ее иметь, для него это где-то сверху он смотрит на это. Я думаю, что он очень счастлив. Судно оснащено передовыми навигационным и геофизическим комплексами и считается одним из самых технологичных в своем классе. Площадь – примерно два футбольных поля. Сейчас Академик Примаков выполняет заказы для крупнейших российских и зарубежных корпораций. Уже завтра оно отправится в Арктику. На полях Международного экономического форума представили инновационный теплоход «Метеор-120Р». Это улучшенная версия этих самых метеоров, к которым мы уже привыкли и которые достойно себя зарекомендовали на берегах Невы. Новая разработка – это значимый шаг на пути к обновлению скоростного пассажирского флота и развитию речных перевозок. В географии использования скоростных морских судов с каждым годом расширяется «Метеор-120Р» в первую очередь востребован в тех регионах, где нет альтернативно других транспортных перевозок, в этом числе Якутия, Сибирь, Хантамансийский автономный округ и другие. А «Метеоры» предыдущего поколения успешно эксплуатировались в Румынии и Венгрии. Мощности новой разработки оценил Дмитрий Ковалев. С полей Петербургский экономический форум перемещается на городские набережные и на речные суда, в том числе и на новинку скоростного пассажирского флота «Метеор-120Р». Это второе судно проекта, сошедшее с Нижегородских стапелей. Ему присвоят имя императора Петра Первого. Что такое Петербург? Что такое Ленинград? Это «Метеор». Наверное, никто из туристов не представляет другого, когда выходит на дворцовую набережную и садится в «Метеор». Уверен, что успех этого проекта уже практически обеспечен. Осталось только решить вопрос, как эти суда сделать доступные для всех компаний транспортных на реках и каналах в разных регионах России. «Метеор-120Р» – это совместная разработка проектировщиков группы компаний из двух городов Петербурга и Нижнего Новгорода. А сердце нового теплохода – два дизельных двигателя, мощность почти полторы тысячи лошадиных сил, что позволяет разгонять его до 75 км в час. Созданы совершенно новые системы навигации. Они призваны упростить управление теплоходом и полностью отслеживать его техническое состояние. Эксперты подчеркивают, это новое слово в мировом пассажирском судостроении. Все инженерные системы этого судна объединяются в единую информационную цифровую сеть. В реальном масштабе времени собирается колоссальное количество данных со всех датчиках, систем, обрабатывается. Все это обеспечивает сбалансированную работу всех инженерных подсистем судна. Полноценная замена автомобильному транспорту в некоторых регионах, а в Петербурге – инфраструктура для туристической отрасли. Новое судно – повод для открытия маршрутов. Большой прогулочный экскурсионный флот в стране и наши метеоры. У нас их больше всего. Они очень активно эксплуатируются. Мы надеемся, что туристский интерес будет расти. Метеор 120Р, презентованный на Неве, отправится в Ханты-Мансийский автономный округ. На ближайшее время запланировано строительство новых теплоходов. Они будут ходить по рекам Карелии, Дальневосточного региона и в Петербурге. Во время презентации не обошлось без подписания деловых соглашений. Дмитрий Ковалев, Алексей Золотенков, Татьяна Константинова. Новости, телеканал «Санкт-Петербург». Специалисты из Петербурга продолжают работать в Мариуполе, а в городе на Азовском море развернули дополнительные пункты выдачи продуктов. А строители из северной столицы приступили к реконструкции школы, чтобы с 1 сентября дети смогли полноценно получать знания. Что уже сделано и что еще предстоит сделать из Мариуполя? Репортаж нашего корреспондента Вадима Федосеева. 65-ю школу война не обошла стороной. И все же то, как она выглядит сейчас, это еще не самое страшное. Здесь уже сделали многое, чтобы привести учебное заведение в более-менее нормальное состояние. Сегодня школа уже работает, но то, что случилось из памяти, конечно, не стереть. «Я находилась дома. Мой сосед знает, что я работаю в 65-й школе учителем. Я просто дала ему поручение или просто попросила посмотреть, что же все-таки произошло с нашей школой. Он мне сообщил, что был прилет со стороны гардероба. Есть, как бы сказать, кровля повреждена. Но школа, как бы, стоит на месте. Есть шансы, что она выживет». Терпение, взаимная поддержка и жизнь кажутся не такой плохой. Для поднятия настроения проводят детские праздники. С учениками работают психологи. «Со следующей недели они начинают каждый день с каждым классом. То есть с каждым классом будет проводиться психологическая работа по всему восстановлению, скажем так. Я не знаю, как это правильно сказать. И плюс они сказали, что какие вы молодцы». Строители из Петербурга уже приступили к реконструкции. Перед началом основных работ школу обследовали. «В каком состоянии на данный момент находятся объекты, что повреждено, чтобы передать проектировщикам информацию. Они, соответственно, разработают решение для того, чтобы все это можно было безопасно эксплуатировать». Совсем скоро начнется капитальный ремонт здания. Его должны завершить к первому сентября. «Кровля будет ремонтироваться. Что у нас еще будет? Отопление, водоснабжение. Все это будет фасад, утепление будет. Оборудование, новое оборудование абсолютно завезут в школу, потому что не компьютерные техники, оборудование, мебель тоже пострадало. Очень все пострадало во время войны. Поэтому все восстанавливается». А неподалеку развернули новый пункт выдачи питания. Здесь же местные жители сегодня получили продуктовые наборы. «На здоровье». «На здоровье». «Правда, пока, чтобы приготовить еду, многие жители Мариуполя используют не электрические или газовые плиты. У себя во дворах люди обустраивают самодельные печи. Все понимают, лучше уж так, чем быть голодными». Вадим Федосеев, Юрий Юхнин, Екатерина Павлова. Новости, телеканал «Санкт-Петербург» из Мариуполя. В Петербурге торжественно открыли главное здание петербургского филиала «Архива РАНа». В церемонии приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, подобное крупное хранилище имеет большое значение для северной столицы, как города с богатыми научными традициями. Новое здание позволит вместить не только бесценные коллекции архива, но и фонды академических учреждений, а также личные фонды выдающихся ученых Петербурга за последнюю сотню лет. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Сотрудники комитета по контролю за имуществом на проспекте металлистов демонтируют торговый павильон. Договор аренды был расторгнут еще три года назад, но владелец магазина так и не освободил земельный участок. При проведении проверок были также выявлены факты продажи алкоголя. Но, кстати, бизнесмену придется возместить стоимость работ по демонтажу нелегального павильона. К 350-летию Петра I в Российской национальной библиотеке открылась выставка гравюр начала 18 века. Этому виду искусства первый император уделял особое внимание. Сегодня экспозицию осмотрели вице-губернатор Борис Петровский и председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Одними из самых уникальных экспонатов выставки стали портреты Петра Великого, сделанные иностранными мастерами. Кусты сирени и молодые вы высадили сегодня на улице Леони Голикова представители партии «Единая Россия». В экологической акции приняли участие депутат Госдумы Сергей Ваярский и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Сирень посадили в рамках проекта «Чистая страна». Разводку Дворцового моста в ночь на 19 июня посвятят десятилетию проекта «Серебряное ожерелье». Он объединяет 11 регионов северо-запада, в том числе Петербург, Карелию, Вологодскую, Псковскую, Архангельскую области. Расхождение пролетов будет сопровождать тематическое лазерное шоу и музыка. Он будет обязательно нужен. Завтра местами, правда, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше плюс 15. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем повышаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова